Третий день международной конференции по химической термодинамике в России начался в императорском зале Казанского федерального университета. В рамках программы этого дня первые пленарные сессии посвящены работам ученых из местных лабораторий. Вы знаете, конечно, мы ждем сегодня доклад Бориса Николаевича Соломонова, потому что его знакомство, по крайней мере, мое знакомство с ним говорит, что это человек очень высоких достоинств, ума, и он как организатор великолепен. Поэтому я сейчас с удовольствием хочу послушать его доклад. А, конечно же, на открытии конференции были интересные доклады наших коллег. Те доклады, которые прошли в онлайн-режиме, тоже были интересными. Поэтому я так думаю, что конференция состоялась и в этом смысле как содержательное мероприятие научное. Область сельватации, процессы электростатического взаимодействия растворенного вещества и растворителя до определенного момента практически никак не изучалась. Этот вопрос не давал покоя казанским ученым. Ими была поставлена новая точка отчета в истории российской химической термодинамики. Ученые разработали схему исследования непосредственно самой сельватации и ее термодинамики. Сегодня будут доклады, насколько я понимаю, казанских ученых, посвященные, в частности, сверхпроэстрикалорметрии. Это абсолютно новый метод. Уникален метод еще и тем, что впервые в России, именно в Казанском университете, была создана лаборатория профессора Мшик, которая фактически, новый метод, пришел в Россию при создании этой лаборатории. Лаборатория очень хорошо оснащена. Я думаю, что ученые, которые участвуют в конференции, с удовольствием посетят потом лабораторию. Борис Николаевич на всех пригласил. Исследования профессора Соломонова раскрыли новые, неизведанные грани химической термодинамики. Во многом благодаря этому сейчас Казанский федеральный университет является ведущим центром России в области химической термодинамики. В рамках пленарной сессии третьего дня конференции со своим докладом по сверхбыстрой километрии выступил кандидат химических наук Тимур Мухамедзянов. Помимо этого, кандидатом химических наук Михаилом Варфоломеевым была затронута тема хранения природного газа. Проведение конференции в Казани – это очень хорошее решение, потому что город прекрасный, традиции химической, химико-технологической науки тоже очень впечатляющие результаты. Поэтому я думаю, что конференция состоялась, ну и будет скоро закрытие. Я думаю, что мы примем правильные решения, которые нацелят нас на дальнейшую работу. До закрытия конференции осталось два дня. За это время более трехсот участников мероприятия смогут обменяться опытом, чтобы в дальнейшем использовать наработки коллег для разработки новых, более совершенных технологий.